Я звонил со своим другом Стивеном, мы с ним знакомы уже три года, он здесь живет, китаец, интересный чувак постарше меня, занимается тем, что привозит студентов в Китай из разных стран и помогает им, если что, ребят, обращайтесь. У него офис где-то недалеко отсюда, я вот двигаюсь к нему, у меня правил локацию, сейчас мы пообщаемся, буду решать, что дальше делать. Со Стивеном я познакомился летом 2020, я приезжал тогда в БХ делать визу и меня познакомился с ним вак, через которого я делал визу, так как чувак был не в городе, то Стивен помогал мне там по вопросам пойти там, например, в полицию сделать регистрацию и саму миграционку. Вон он, офис Стивена, но он пропал, а там качает музычка, ждем Стивен, когда объявится. Ребят, смотрите, это офис Стивена, тут они занимаются тем, что студентам организовывают обучение в Китае, и мы решили сделать видео о том, как это вообще все происходит, как попасть в Китай студентам, и нам нужны студенты и людей. Знакомьтесь, это Стивен, он мой хороший друг, мы давно знакомы, он мне помогал, выручал, за него вручаюсь. У него есть компания, что он делает? Если ты молодой и амбициозный, и хочешь учиться в Китае, вот твой шанс. Стивен, это твой шанс. Компания, здесь мы занимаемся чем? Я сюда пришел в гости, но Стивен здесь занимается тем, что организовывает иностранцам студентов в Китай. Платим деньги, собираем бумажки, все остальное не бьете себе голову. Приезжайте, все готово, возможно у вас будет стипендия, вас точно будет держить, и это намного дешевле, чем другие любые варианты, которые вы можете найти в России. Я задам Стивену какие-то вопросы, он расскажет, сколько стоит, какие нам нужны бумажки. Если у вас еще есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, я вам все расскажу. Смотрите, здесь офис, вот девчонки работают, заполняются бумажечки, организуют, чтобы у вас было учеба. Стипендия, жилье, чтобы вы учились хорошо, и вам никто мозг не клепал. В девчонке Брюс, наш новый студент приехал к нам в гости, тоже пытается поступить в университет, на магистратуру. Ему сейчас помогают, оформляют документы. Все, как видите, цивильно, красиво, люди работают, так что обращайтесь. Дальше мы сейчас будем отвечать на ваши вопросы. Ребята, мы со Стивеном теперь обсудим, какие ваши моменты нужны, как поступить. Задайте какие-то вопросы. Итак, давайте начнем. Первая вопрос. Какая цена? Какая цена? Так, что? По цене все зависит от университета и попадете ли вы на грант. Есть такая вещь как грант. Вы поступаете бесплатно. Вам еще и возможно платят стипендию, возможно платят за проживание там. Как попасть на грант? Самое главное требование это хорошее владение английским и очень быстро подать документы, найти куда. Вот это самые главные моменты. Если не платят вам за жилье, жилье будет стоить в районе 300 долларов за год. Я считаю нормальной, в принципе цена за год. Я столько за квартиру за месяц плачу, например. Что нам нужно? Первое. Это школьное образование. Если мы поступаем на баклавы. То есть нам нужен диплом из школы. Второе. Что нам нужно? Нам нужно паспорт иметь. Логичная заграна. Пройти медицинский осмотр. Вот это делается просто. Справка о несудимости. Делается у нас в полиции. И какую-то сумму на счету из банка, выписку, что у вас есть. Это зависит от университета. Но скажем так, в районе 3 тысяч долларов. Это можно просто положить туда деньги, занять, сделать эту выписку и вернуть деньги. Только так. How long does it take? В общем, занимает это от 2 до 4 недель. Зависит от университета, как они будут проверять документы. Но есть еще с меня интересные вопросы на эту тему. Wait, I have some questions, Barry. Лучше всего начинать поступление и делать это все в март, апрель, когда как раз университеты открывают все свои позиции, гранты. И нужно делать это как можно скорее. В начале, когда вы обращаетесь к Стивену, вам нужно заплатить депозит, в районе в размере около 200 долларов. Почему это происходит? Потому что многие студенты не серьезно к этому относятся. То есть они подаются, люди начнут заниматься всеми документами. Они потом говорят, что я что-то передумал, а все документы уже сделаны. Поэтому вот такой депозит. This deposit is part of the whole fee, right? Смотрите, по поводу этого депозита. Если вы студент, который никогда не был в Китае и вообще впервые поступает, и у вас вдруг не получилось, не принял вас там университет, возьмем такую ситуацию, вам вернут эти деньги. Если же вы до этого уже были в Китае когда-либо, либо вы в Китае сейчас проходитесь, то сумму эту вам либо не вернут, либо вернут только часть, потому что часто студенты имеют какие-то косяки, записи какие-то криминальные, и из-за этого их не принимают, они проходят проверки. Или, ну, получается, что вина на них лежит. Ну, я думаю, большинство тех, кто смотрит это видео, это не касается. Для людей, которые никогда не были в Китае и хотят поступить, если вдруг не прокатило, деньги вам вернут. По поводу оплаты, как заплатить за это все. Есть разные способы, можно перевод, там, Western Union, MoneyGram. Есть люди, у меня, например, тоже есть, которые занимаются всем этим, они как бы последники, агенты, они берут, и ты им платишь сумму в рублях на их катушку карту, они перечисляют в диване. Мне кажется, это самый такой неплохой способ. Как отправить документы? Документы можно отправить в электронном виде, просто делать сканы, отправляйте, ничего физического не нужно, сразу, как минимум, точно. И поэтому отправляйте депозит, отправляйте документы в электронном виде. Что происходит дальше? Так, смотрите, вот это Admission Notice, это бумажка о том, что вы принятый студент, добро пожаловать. Вот какая-то девочка из Турганистана, по-моему, да? Это форма JW-202, ее подаешь в миграционке, когда подаешь на студенческую визу, это очень важный документ, ее дает университ, так же как Admission Notice. А, это копия, копия JW-202. И здесь просто бумажечка «Добро пожаловать», такая буклетик, скажем так. Вот эти бумажки вы получаете уже по факту поступления. А что по возрасту? В каком возрасте можно поступать? Смотрите, на бакалавра ограничение до 25 лет, в основном в университетах везде. Если вы какой-то дипломированный специалист, и университет позволяет, могут быть 26-27 лет. Магистратура 35 лет, и тоже есть некоторые университеты, которые могут до 40 позволить поступить. Но я думаю, большинство тут поступает на бакалавре, правильно? Смотрите, как выбрать университет? В Китае большое, столько университетов. У Стивена есть база данных по всем университетам, по всем Китае, в любой провинции. Это как бы часть работы, поэтому это ничего такого прям. Само собой так и должно быть. Вам могут помочь выбрать университет, посмотрят на ваши данные, оценки, ваши возможности, и могут помочь подобрать вам университет, если сами вы еще пока не знаете, куда вы хотите. Хоть Пекин, хоть Шанхай, хоть какая-нибудь глубинка где-нибудь в Джангси, там все зависит от вас. Если у вас есть желание, кто-то конкретный, без проблем. Если вы можете это сделать, всегда, пожалуйста. Вам обожаю. Смотрите, по цене, сколько стоит, если вы не прошли на граждан, что нужно делать? Ну, зависит от города. Если такие города большие, как Шанхай, Гуанчжоу, Шенчжень, там будет дорого. Скажем так, от 17 тысяч и 25 тысяч. На самом деле, крутые универы могут очень сильно заряжать. В более скромных городах, поменьше, можно там и за 10 тысяч найти 14 в юанях, соответственно. Вот, что я считаю, в принципе, нормально. Есть даже, если 5 тысяч юаней, он говорит. Я не знаю, что это за меры, но если говорят, что есть, то есть. Так что да, так. Давайте скажем спасибо Стивену. Помог нам, рассказал. Если что, если у вас еще какие-то вопросы, может все это не осветить в одном выпуске. Задавайте в комментариях. Я свяжусь, расскажу. Помогу. Добро пожаловать в Китай.